На любом предприятии охрана труда – это приоритетное направление работы. Для сотрудников нужно создавать такие условия, при которых они могут трудиться безопасно, избегать несчастных случаев и травм. Мы прекрасно понимаем, что современная металлургия, современная промышленность требует повышенного внимания со стороны руководителей, организаторов производства, которые должны просчитать, продумать все опасные и вредные факторы, которые могут возникнуть на любом рабочем месте, и минимизировать отрицательное воздействие, которое может быть на работников, которые работают на каждом рабочем месте, и учесть все негативные факторы. 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. И это еще один повод, чтобы напомнить всем работникам предприятий о том, как важно соблюдать правила. На металлургическом заводе Балакова прошло масштабное мероприятие, приуроченное к этому дню. На нем рассмотрели вопросы обеспечения безопасных условий труда. Пригласили спикера из Москвы, Татьяну Валерьевну Пилипенко, которая как раз таки расскажет об актуальном на сегодняшний день вопросах по соблюдению требований постановления 2464 по обучению по охране труда. Представители Государственной инспекции труда рассказали об изменениях, которые произошли в этой сфере в 2024 году, так как, к примеру, теперь работодатели обязаны обеспечить обучение и проверку знаний требований охраны труда работников. Эти требования обязательны для всех работодателей, включая ИП. В новых правилах закрепляется риск ориентированной подхода в подготовке персонала. Появилось два новых основания для внепланового инструктажа. Появились конкретные требования к стажировке, программам подготовки. Вводятся понятия внеплановое обучение. Вводный инструктаж обязателен для трех категорий персонала. Вновь принятых сотрудников, командированных и студентов на производственной практике, которых на металлургическом заводе Балакова очень много. Целью задачи мероприятия стоит довести до наших сотрудников, руководителей и специалистов новые требования, изменения к ним. И очень удачно у нас в этом случае эту информацию мы можем получить от непосредственных участников, которые были в разработке данных документов. По итогам мероприятия были выработаны рекомендации по дальнейшему улучшению системы охраны труда на предприятии и повышению уровня безопасности работников.